МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Марии Денисенко. И сначала коротко о главных темах выпуска. Не выехать, не выйти, ничего. Да всё, там как в плену оказались. Особенности сахалинской расчистки в переулке Линейном ночью неизвестные нагребли гору снега, которая просто блокировала улицу. Тут даже посмотрите на местах сварки, как оно всё разрушилось. Стихия оказалась сильнее, а крыша ангара рухнула в городском парке Южно-Сахалинска. Прямо из сугроба к стоматологу передвижной зубоврачебный кабинет приехал в Соловьёвку. Хорошее дело вот это вот посёлок, что приезжает машина, все довольны, и бабушки, чтобы не ездить далеко в город. Пробивались мы очень медленно. Мне казалось, что вообще очень медленно. По-настоящему счастливый финал. Съёмочная группа АСТВ встретилась с жительницей Охотского, которая начала рожать в самый разгар метели. Сахалин продолжает откапываться. Заработал аэропорт, возобновлено междугороднее автобусное сообщение. Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений. Но если центральные улицы вполне были подготовлены к утреннему потоку машин, то в частном секторе люди оказались заблокированы в своих дворах. Кое-где очень оригинальным способом. О причинах появления снежной горы в переулке Линейном жители частного сектора теперь строят предположения. Сюрприз южно-сахалинцы обнаружили утром. Огромный сугроб перегородил дорогу. Поэтому жители частного сектора оказались заблокированы в собственных дворах. Не проедут здесь и экстренные службы в случае ЧП. Кто почистил, мы даже не знаем. Дело в том, что блокировали полностью дорогу, не почищена дальше, до Сибирской. Дети в школу не пошли. Сегодня утром вышел и просто обогрел. Это что такое? Это как у нас городские службы работают? Что это вообще сделал? Он его бросил, этот снег, и уехал, наверное, потому что он не смог. Так его, наверное, дальше толкнуть. Поэтому, я не знаю, пусть примут меры, как можно скорее бы, жевательно. Потому что жена у меня беременна, и на работу надо. А вот такая картина сегодня была не редкостью. Машины застревали в дворах и межквартальных проездах. Автолюбителям сегодня пришлось маневрировать между сугробами и пешеходами. В дворах вообще не чистят. Да, в принципе, и город плохо чистят. Вообще, все чудесно расчистили, в принципе, так-то. Но еще снега много, сами видите. Гора снега. Мне даже там голки сделали. Там, где снегоуборочная техника не побывала, еще и мусор скапливался. Дорогу до коррекционной школы Южно-Сахалинска к утру расчистить не успели. Поэтому детям рекомендовали остаться дома. А жители улицы Матросова со вчерашнего дня сидят без света. Это частный сектор, поэтому у многих не было еще и воды. Считались на сайтах, что уже в 9 часов свет восстановлен. Аварийные работы прекращены. Ну, а сами видите, как вот в любую жизнь для спросителей нашего района. Вчера должны были в 10 часов вечера дать, но не дали. Вот только печка спасает, чтобы кушать, разогреть, чай попить. Натиска снега не выдержал ангар. В парке конструкция обвалилась. Внутри хранился праздничный реквизит. Ни один пластиковый медведь не пострадал. А вот судьба инвентаря для будущего тира пока неизвестна. Он теперь находится под снегом. Там же оказался и павильон в виде рыбы, который был представлен в Восточном экономическом форуме. Планируется создать комиссию, которая оценит ущерб и определит причину обрушения. Некачественная ли это работа подрядчиков или дело в слишком большом количестве снега? Измерять не в кубометрах, а в километрах губернатор области посоветовал городским властям поменять подход к качеству расчистки Южно-Сахалинска и оценивать свою работу не в количестве вывезенного снега, а в протяженности расчищенных улиц. Минувшей ночью Олег Кожемяка и представители городской администрации проверили работу спецтехники на дорогах и в аэропорту областного центра. Последний начал принимать и выпускать самолеты еще в среду. Сегодня воздушная гавань вошла в нормальный рабочий ритм. Все рейсы входят в расписание региональное и межрегиональное. Местные линии Курилы, по всей видимости, не полетят, потому что там переместился туда циклон и погодные условия этих аэропортов не позволяют выполнить туда рейсы. В самом городском округе расчищены все основные магистрали, а также проезды в планировочных районах. Это Дальнее, Луговое, Новоалександровск, Елочки. Большая работа предстоит на второстепенных улицах. Конечно, в городе очень много необходимо вывозить снега, расчищать еще и квартальные проезды. Техника работает по магистрали, но в то же время и есть та техника, которая стоит в УГДХ, которая могла бы работать. Необходимо пересмотреть расценки с тем, чтобы заинтересовать непосредственно водителей автотранспортных средств, работать сверх нормативно, с тем, чтобы техника не простаивала, а работала именно в ночное время. Глава региона отметил, что основные работы по расчистке должны завершиться в ближайшие двое суток, чтобы город был готов к вероятному приходу следующей метели. Мэр Сергей Нацадин встретился с руководством организации «Восток Дорстрой». Во время циклона ее сотрудники приняли участие в спасательной операции по вызволению снежного плена 50 автомобилей в Долинском районе. Мэр поблагодарил героев этой истории за настоящий мужской поступок. Люди не пожалели своего времени, без лишних разговоров, отправились ночью выручать из беды автомобилистов. Как отмечают в компании, это не первый подобный случай, когда ее сотрудники приходят на помощь. Так, в прошлые годы техника «Восток Дорстрой» помогала пробивать снежные завалы в Паранайском и Макаровском районах. Благодарность отважным дорожникам и мэру Южно-Сахаленска выразил также глава Долинского городского округа Александр Тугарев. «Отреагировали оперативно, сколько могли, в течение получаса вышли единицы и уже через два часа после звонка, через два с половиной часа уже были практически на месте в Долинском районе». Также мэр Сергей Нацадин призвал предпринимателей помочь в расчистке города. Предоставив в аренду спецтехнику на встрече с представителями бизнеса, он напомнил о советской практике, когда после сильных снегопадов в уборке областного центра участвовали практически все местные предприятия. Ну а разница лишь в том, что сегодня город компенсирует затраты на спецтехнику. «Мы рассматриваем наши взаимодействия как поддержка городским властям в такие сложные периоды и, конечно, здесь требуется большая концентрация, усилия». «Мы очень благодарны тем предпринимателям, которые откликнулись в наше обращение. Действительно, это социально ответственный бизнес и мы считаем, что в такие сложные ситуации, особенно чрезвычайные, проявляется позиция каждого гражданина и горожанина и его отношения к городу». Большинство участников встречи сразу же согласились помочь. Благодаря им на расчистку дополнительно вышли еще 14 погрузчиков и 25 самосвалов. Уже сейчас обеспечены проезды ко всем учреждениям социальной сферы города и активно идет расчистка городских улиц и внутриквартальных проездов. Торгуете просрочкой? Тогда мы идем к вам. Такой лозунг выбрали себе авторы проекта «Просрочка. Патруль Сахалина Ха». Его создатели – юные ахинцы. Молодые люди заявляют, они не пародируют журналистов с перчатками и не лезут на кухню ресторанов. Их общественный проект ищет недобросовестных продавцов сомнительных магазинов и просроченную продукцию. Активисты покупают товар, срок годности которого истек, а затем приходят в магазин и снимают процесс возврата. Ребята ищут единомышленников и в других районах острова, чтобы в социальных сетях разоблачать нерадивых предпринимателей. Очень большое количество просроченных товаров. Мы ужаснулись от того, что мы увидим в некоторых магазинах. Это детское питание, чипсы, шоколадки, даже молочка. Вообще просто очень много. И я замечу, что мы не указываем, мы просим. Даже не грызаемся, не кричим. Мы спокойно просим уграть что-то с товара. Знаете, довольно много магазинов, которые отрицательно реагируют на это. Чуть ли не орут. Вон отсюда сейчас полицию вызовут. Но мы говорим вызывать, и полицию будем составлять протокол. По закону покупатель может написать обращение на имя директора магазина. Ответ должен прийти в течение 10 дней. Если его нет или отписка не устраивает клиента, можно пожаловаться в любой территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Телефон горячей линии 495282. Если необходимый регламент действий будет соблюден, специалисты проведут незапланированную проверку. Сумма штрафов исчисляется на должностных лиц от 10 тысяч и выше, на предпринимателей от 20 тысяч и выше, на юридических лиц от 100 тысяч и выше. При повторных нарушениях в течение года, такие факты у нас тоже, к сожалению, бывают, сумма штрафов увеличивается. По информации Сахалинского Роспотребнадзора, чаще всего просроченную продукцию специалисты выявляют в торговых точках Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Хомска и Ахи. Вместо грейдеров – врачи. Сразу после циклона в селе Соловьевка Корсаковского района открылся передвижной медкабинет. Здесь местным жителям бесплатно лечат зубы. Принимают всех – и малышей, и пенсионеров. Работать с мобильной стоматологией будет целый месяц. Ольга Нешпор и ее пятилетняя дочь Василина отправились на утреннюю прогулку, а попали на прием к зубному врачу. Они совершенно случайно увидели автобус ПАЗ, который оказался вовсе не транспортным средством. Техника оборудована под полноценный кабинет стоматологической помощи. Василине сделали профилактический осмотр, а ее мама полечила зуб, который ее давно беспокоил. У меня скол пломбы, поэтому мне убрали старую и поставили новую. Такая станция, она должна быть, потому что не всегда можно взять талон. Если к взрослому населению можно записаться, то к детскому стоматологу нужно отстаять очередь. И выехать отсюда очень рано, и желательно на какой-нибудь попутке, потому что автобус не приходит так рано. Для сельчан стоматологическое лечение – это целая история. К примеру, жителям Соловьевки нужно поехать в Корсаковскую центральную больницу, взять там талон и ждать приема минимум три недели. Пришли полечить зубки, назначили на снимок. Сейчас я съездила снимок, пришла, сейчас буду показывать. Назначат либо лечение, либо удалять надо будет. А вообще хорошее дело вот это вот поселок, что приезжает машина, все довольны, и бабушки, чтобы не ездить далеко в город. Для удобства людей станцию оборудовали в шаговой доступности от большинства жилых домов. Адрес улица Центральная, 30, режим работы с 8-15 и до 17 часов. В день специалисты могут принять более 12 пациентов. Внешне паз не отличается от обычного автобуса, но внутри – современное стоматологическое оборудование, комфортное кресло и инструменты, которые стерилизуются в Корсаковской больнице. Прием ведет зубной врач, оказывается терапевтическая и профилактическая помощь как взрослому, так и детскому населению. Оборудование, материалы – все такие же, как и в поликлиническом отделении. Передвижная стоматология вот уже два года оказывает помощь жителям отдаленных районов. В Соловьевке комплекс пробудет до конца января, а после уже отправится к жителям Анивского района в село Новотроицкое. Страна продолжает готовиться к главной избирательной кампании этого года – президентской. Центр избирком закончил прием документов от самовыдвиженцев. У кандидатов партии в запасе есть еще один день. Они должны предоставить документы в ЦИК до полуночи 12 января. Напомню, выборы президента России, назначенные на 18 марта этого года, согласно Конституции, в них могут принимать участие граждане старше 35 лет, которые проживают на территории страны не менее 10 лет. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. Кандидаты от политических партий – не менее 100 тысяч. Среди кандидатов – Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, действующий президент Владимир Путин и другие. Пункты сбора подписей открылись во всех городах страны, в том числе и в Южно-Сахалинске. Вопрос заключается в том, чтобы подписи были корректны, в точности соответствовали требованиям избирательной комиссии, потому что все это будет жестко проверяться. А в Южно-Сахалинске собрали уже более 2000 подписей. Одними из первых на пункт сбора пришли известные общественные деятели областного центра и ветераны войны. И сегодня, смотрите, дворовую территорию, как ее распланировать, решает не мэр, не губернатор, а старушки. Куда вешалку, куда детскую площадку. Поэтому сегодня общественность и ее влияние, потому что демократия – это все мы. И нас надо всех разбудить. За появление на работе пьяным даже в нерабочее время могут уволить. Такую поправку в Трудовой кодекс в ближайшее время рассмотрят депутаты Госдумы. Авторы законопроекта также предлагают зафиксировать право работодателя и направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. А отказ от этой процедуры так давать как доказательство опьянения. Также они отмечают, что по данным статистики, 45% производственных травм и несчастных случаев связаны именно с состоянием алкогольного опьянения. Ну а наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». В Корсаковском районе спасатели эвакуировали роженицу. Вызов от местного фельдшера на пульт МЧС поступил рано утром в самый разгар снежного бурана. Через схватки, без 26, но я сильный почувствовал. Мы позвонили в скорую, с Корсакова поехали, доехали до Весточки, застряли. Потом поехали по Чуповевской трассе. Ну и там скорой помощи пробиться до нашей роженицы не удалось. Тогда на помощь пришли спасатели. Спецтехника пробилась через снежные заносы до Охотского. После чего будущую маму передали в руки медиков. Спустя 4 часа в мужском полку прибыла. Алена родила мальчика весом почти в 3 килограмма. Ростом 50 сантиметров малыша назвали Владиславом. По словам счастливой мамы, мальчик похож на нее. Да, пацаны, не ходите там! Не ходите там, не надо! На улице Пуркаева у одного из автоцентров снесло крышу. По информации очевидцев, это произошло около полуночи с 9 на 10 января. Сильный ветер поднял часть кровли как парус. После чего, не выдержав такого напора, она развалилась сразу в нескольких местах. К счастью, люди не пострадали. Не повезло лишь легковой Тойоте. Одна из балок, ударивших крышу, упала прямо на автомобиль. От сильного удара крышу машины вмяло в салон. Напомню, данный автоцентр в начале 2000-х уже подвергался удару стихии. Тогда здание практически полностью было уничтожено пожаром. В Ногликах местным спасателям пришлось бороться с огнем, возникшим на складе с тротуарной плиткой. К их приезду пламенем здесь были охвачены стеллажи с упаковочным материалом и брусчаткой. С пожаром удалось справиться за 10 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. А в Корсаке на улицах портового города появился свой шаолинь. Так, в шутку, местные жители называют этого мужчину. Уроки восточного единоборства он дает прямо на улице. На этот раз очевидцы заметили его возле одного из продуктовых магазинов. Причем приемы карате мужчина выполнял, не выпуская из рук бутылки. Как нам стало известно, у этого человека за плечами темное прошлое. Он подозревался в преступлении сексуального характера, но был признан невменяемым. Когда и почему он покинул стены психиатрической больницы, неизвестно. Разыскиваются лидеры. В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в конкурсе «Лидер года». Это проект для активных молодых людей, которые хотят заявить о себе, научиться чему-то новому, получить поддержку. Подать заявки могут студенты, молодые специалисты, аспиранты, лидеры и руководители молодежных и детских общественных организаций. А также предприниматели в возрасте от 17 до 35 лет. Участников ждут курсы по программам развития лидерских качеств, разработки социальных проектов по развитию городской среды, а также тренинги с экспертами. Это будут и представители органов местного самоправления, бизнес-сообщества, общественных организаций города. Все они поделятся своими историями успеха. Ведь проект, в первую очередь, призван показать ребятам, что в Южно-Сахалинске действительно можно развиваться. Есть все условия и все спикеры покажут ребятам, как этого можно всего достичь. Самые активные участники получат шанс войти в кадровый резерв муниципальных органов самоуправления, а также пройти стажировку в крупных компаниях, заполнить анкету и подать заявку можно до 31 января. Ссылку на актуальную информацию о конкурсе можно найти на сайте администрации города в разделе «Актуально», а также в группе «Лидер кода 2018» в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную информацию предоставят в Центре молодежных инициатив по телефонам, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Это вся информация о выпуске, эти и другие новости, а также о выпуске программы «Наш день» можно найти на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok